Медицинская маска – давно привычный атрибут для пассажиров общественного транспорта. Большинство горожан не пренебрегают требованиями регионального Роспотребнадзора и постановлений губернатора. И средства индивидуальной защиты надевают еще до входа в салон. Отмечают, заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих по-прежнему необходимо. Минимизация рисков распространения коронавирусной инфекции и сейчас одна из первостепенных задач. Никто не отменял этот закон, поэтому соблюдаем. Чтобы не продвигать свои болезни, которые так очень сильно прогрессируют. Не только коронавирус, а другие болезни распространяются во время того, чтобы автобус может заразиться любая болезнь. Если защитной маски у пассажиров нет, сотрудники транспортного предприятия имеют право высадить его на ближайшие остановки. А если с таким положением дел гражданин категорически не согласен, в отношении него составляют протокол об административном правонарушении. С началом пандемии и введения ограничительных мер уже оформлено 1698 протоколов. Только с января 2022 года 719 актов. На прошлой неделе 70. Документы направляют в суд, где и назначают штрафы. До 30 тысяч рублей, если нарушение совершено впервые и порядка 50 за повторное. Рейды по-прежнему идут в усиленном режиме. Городские власти проводят их с полицией, народными дружинниками и контрольно-ревизионными службами транспортных предприятий. Нарушители все еще, к сожалению, выявляются. Не все осознают важность, необходимость ношения масок. Поэтому еще раз обращаюсь ко всем. Напоминаю, что если вы едете в общественном транспорте, вы должны ехать в маске. Маска должна находиться на лице до конца поездки. Это требование не отменял никто. Оно направлено на сохранение жизни и здоровья. Поэтому огромная просьба его выполнять. Работники автобусных парков, метро и ТТУ в свою очередь также делают все для того, чтобы защитить здоровье пассажиров и сотрудников. Общественный транспорт перед выездом на маршрут тщательно моет как снаружи, так и изнутри. А также проводится на обработку. Процедуры дезинфекции повторяют на конечных остановках и разворотных площадках. Персонал проходит вакцинацию, берет в рейс запас масок для пассажиров, у которых по тем или иным причинам их не оказалось. Во время проверки на прошлой неделе, собственно говоря, очень лояльно относились. И если пассажир, мы заходим, пассажир без маски, мы предлагаем воспользоваться нашим защитным средством. Если уже, конечно, пассажир идет на конфликт и говорит, что принципиально не наденут защитные средства, тогда уважаемые полицейские предлагали им выйти и составить протокол. Еще до старта городского месячника по благоустройству транспортники начали проводить субботники, в том числе и приводить в порядок составы после зимы. Около 60% работ уже выполнены. «Как только на улице потеплеет, работы по наведению чистоты будут усилены», рассказал представитель автобусного предприятия, выполняющего перевозки по муниципальным маршрутам. Несмотря на то, что число заболевших постепенно снижается, масочный режим по рекомендации Роспотребнадзора продолжает действовать в общественных местах, в том числе и в городском пассажирском транспорте. Средства защиты необходимо использовать как взрослым, так и детям. А совместные рейды транспортников, полиции и городской власти по выявлению нарушителей закона продолжатся как в утренний и вечерний часы пик, так и в межпиковое время. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.